И вот после того, когда была создана и кооперативная форма общественной собственности, сложилась такая картина, что имеются две формы собственности. Эти формы собственности – одной собственности, общественной собственности. То есть две формы подчинения производства общественным интересам. Можно так сказать, не важно, что написано на воротах и какие заголовки, а важно, что на деле. А на деле, если производство подчиняется общественным интересам – всякое – это общественная собственность. Если производство не подчиняется, а написано, что это общественная собственность, это не значит, что на деле она общественная. А стремление использовать общественную собственность не в общественных интересах, а в других – есть? Есть. Откуда они берутся? Во-первых, есть различия между классами и слоями. Есть различия между городом и деревней, людьми физического умственного труда. Поэтому приоритет интересов рабочего класса обеспечивает общественную собственность. Приоритет интересов крестьянства не обеспечивает. Приоритет интересов интеллигенции не обеспечивает. Потому что легко себе представить ситуацию, когда, скажем, нам, людям умственного труда, будут в 10 раз больше платить, а рабочий класс ничего получать, никакой прибавки не будет. Другое сложнее дело, когда мы берем интересы самого рабочего класса. Рабочий, он заинтересован в росте общественного богатства при социализме. Заинтересован. А другой интерес у него есть, если не важно, какое богатство, получить большую долю меньшего пирога. Если доля растет быстрее, чем растет пирог, то он выигрывает, чем уменьшается даже пирог. Поэтому весь вопрос в том, чтобы обеспечить приоритет государственных, приоритет интересов класса в целом. Приоритет интересов рабочего класса по отношению ко всем попыткам поставить во главу угла, сделать приоритетными другие интересы. Эти попытки могут идти, в том числе и со стороны рабочих. Ленин прямо говорил, что вот нам приходится бороться против попыток горсток и групп рабочих, хранящих капиталистические замашки, дать обществу поменьше и похуже, и взять от него побольше и получше. И это вот слова, хранящие капиталистические замашки, можно было бы опустить, потому что структура экономических интересов членов социалистического общества такова, что есть другие интересы, они внутри противоположны. То есть структура интересов работника в условиях социализма противоречива. Значит, это противоречие может разрешаться не только по линии, совпадающим с направлением общественных интересов, но и противоположным направлением. Вот почему без государства обойтись нельзя, и государство рабочего класса должно существовать до полного уничтожения классов, как написано у Ленина в Великом Почине. И тут тоже разные, так сказать, подходы наблюдаются. Вот Бухарин, например, писал, тем самым рабочий класс вбивает осиновый кол в могилу государства. То есть он как бы к государству относится как к чему-то отрицательному. А это государство-то уже какое? Пролетарское? Государство рабочего класса, государство большинства, которое осуществляет последовательные интересы большинства. Поэтому государство существует как отрицание отрицания. Вот чтобы впить осиновый кол во всякого рода антигосударственный, антиобщественный, в могилу этих всяких преступлений против общества. Вот для этого нужно государство. А государство надо поставить пролетарскому памятник, а не вбивать осиновый кол. Как вытекает из ленинского учения о государстве. А вовсе не так, как это предлагал сделать Бухарин. То есть, короче говоря, что нужно в этом вопросе продемонстрировать? Что вы даёте определение правильности? Это организация классового насилия, которая осуществляет господствующий класс. Но, кроме того, нужно эту необходимость показать, откуда это выскочило такое определение. Почему? В чём необходимость-то государству? В чём необходимость классового насилия? А вот необходимость классового насилия появилась с разложением первобытного общинного коммунизма и уйдёт, может быть, когда нас с вами не будет. Или вы останетесь, меня не будет. Кого-то не будет. Всё есть дело долгое. Так, вот на ваш вопрос. Какие? Следующий вопрос. Пожалуйста. 64-й вопрос. Историческая тенденция развития классовой борьбы. Ну вот этот вопрос, можно сказать, с подвохом. Историческая тенденция развития классовой борьбы. Наверное, вы слышали, и многократно это встречалось в печати, что, дескать, вот Сталин говорил, что с развитием, по мере построения социализма классовая борьба обостряется. Да? Вот у меня был такой эпизод. Вёл я занятия на экономическом факультете. И вот товарищ выступает, студент, и говорит, вот по мере развития социализма обостряется классовая борьба. Я говорю, с чего это вы взяли? А вот, дескать, Сталин такое говорил. Я говорю, ну идите в библиотеку, попринесите книгу, где вы такой учители. Приходит товарищ и приносит мне книгу. И там такое написано. В учебнике по истории партии. И со ссылкой на февральский мартовский пленум 1937 года. Пришлось мне поискать этот пленум. Пошёл в библиотеку Академии наук, соседнюю у нас с вами. Нашёл, но это уже я сделал не на этом занятии, а пообещал на следующем занятии рассказать, что я получу. И там есть выступление Сталина на февральско-мартовском пленуме 1937 года, где он говорит, что когда завершается социалистическое строительство, то вот те элементы, которые в обществе были, и которые надеялись на самопроизвольный крах новой власти, и было такое даже движение смены веховства, дескать, не надо бороться с советами, они ввели НЭП, постепенно возвращается снова тут и наёмный труд есть, и торговля, и обогащаться можно, и он сам, так сказать, надо только помочь этой политике, и всё. Но когда строительство социализма стало завершаться в конце 30-х годов, у этих элементов буржуазных или пробуржуазных, которые стояли за то, чтобы не было социализма в России, у них появилась ситуация, когда у них последний решительный бой, или сейчас, или никогда. И поэтому при завершении социалистического строительства классовая борьба обостряется. То есть тенденция вообще существует с развитием социализма к ослаблению классовой борьбы. Почему? Ну, потому что чем меньше различий, чем меньше противоречия интересу. Чем меньше противоречия интересов, тем менее острая классовая борьба. Правильно? А тут вот получается, что на определенных этапах, например, при завершении социалистического строительства классовая борьба обостряется. И она обострилась в Венгрии, в Чехословакии, в ГДР. То есть эту картину мы наблюдали во всех странах, где завершалось социалистическое строительство. Что касается Польши, там оно никогда не завершалось, поэтому там и не обострялось. Она и так всё время была острая. Там не было коллективизации проведено, и поэтому социалистической революции в деревне, в Польше не было проведено. Поэтому Польша никогда не была страной, в которой был бы построен социализм. Ну вот, что можно сказать по этому поводу. А что касается общей тенденции, вот дальнейшей, поскольку цель социалистического производства обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, поэтому социальное неравенство сокращается, сокращается социальное неравенство, следовательно, классовая борьба становится менее острой. И, наконец, когда классов не будет, не будет классовой борьбы. И атрибутов, связанных с нею, ни государства, ни политики, ни политических партий. То есть будут разные организации, которые выявляются организациями всех трудящихся, или там всего общества, но это уже не будут политические партии. И государства не будет. Так. Еще? Десятый вопрос. Недостаточность обнаружения, отражения учета социальной деятельности только одного из моментов социального становления и демонстрация материала истории современности. Это вот можно в качестве аргумента проводить и вашу работу, когда вы считали, что строительство социализма есть, что положено. Да, можно. Я хочу вам прямо сказать, что даже вот у нас в программах, в программах политэкономии, а мне пришлось преподавать политэкономию на экономическом факультете, то есть вот здесь, в домотмехе на 10-й линии Васильевского острова, у нас в программах было написано так, что возникновение и становление социализма, так написано буквально, формулировка. Но возникновение – это один момент, переход ничто в бытие, правильно? А становление содержит в себе и переход бытия в ничто. А тут становление – оно как бы синоним становления, синоним возникновения. А о прихождении никакой речи не велось. Значит, если мы будем считать, что у нас есть возникновение, а прихождения нет, значит, мы не будем видеть, откуда берётся противоположная тенденция. И предположенность тенденции вообще не будем замечать. А если есть тенденция в обществе, значит, есть люди, которые своими действиями её поддерживают, не обязательно отрицательные люди. Это люди, которые имеют недостатки и там и тогда действуют в несоответствии с общими интересами. Но если носители этих тенденций последовательные, они уже выступают как враги социалистического общества и как враги трудящихся. У Ленина есть очень резкие по этому поводу выступления, что враги социализма, богатые жулики, тунеядцы и хулиганы, враги социализма, враги трудящихся. И расправляться с ними нужно беспощадно. Всякое нервничание, всякое сентиментальничание по отношению к ним было бы величайшим преступлением перед социализмом. Вот такая вот речь. Понятно, да? То есть, если мы только видим одну тенденцию, как что-то строится, мы слепые на один глаз. То есть, вы, наверное, приходите рано утром и всегда замечаете, здесь вот женщины, уборщицы, трясут все половики, их промывают, в аудиториях влажная идёт уборка. Если бы они это не делали каждый день, здесь бы мы с вами глотали пыль, и невозможно было бы заниматься. То есть, как бы наличие уборщиц исходит из предпосылки, что будет что убирать. А предпосылка, что будет что убирать, означает, что признаётся, что кроме... вместе с нами приходит сюда в эту аудиторию что-то светлое и хорошее, кроме всего прочего, поднимается пыль. От всего того, к чему прикасаемся, тоже отделяются какие-то кусочки. И что если не производить соответствующие уборки, то получается не очень хорошо. Я хочу вам напомнить советские фильмы, когда вы видите там утром в Москве или в Ленинграде, едут поливальные машины, и весь город умывается. В чём смысл этой вот помывки города? В том, что вся эта пыль, особенно весной, за зиму, которая попадает людям в лёгкие, они начинают болеть, и в большом количестве болеют, и теперь ещё и знают, что кроме всего прочего есть аллергия. То есть это всё уходило куда? И это уходило в канализацию. При Якулеве, который здесь был губернатором, это было поставлено как задачей. Город должен быть умыт. И при Якулеве, и сосулек не было, потому что он был инженер, и таких глупостей, связанных с которыми были сосульки, не допускал. А то было прямо в стихийное бедствие. И, значит, город умывали. Сейчас, ну, это редкость, если вы увидите поливальную машину. Колоссальная редкость. То есть то, что не смыто, то попало к нам, к сожалению, в лёгкие. А это, так сказать, элемент нашего прихождения уже. Если это не прихождение, не пришло на тротуаре, значит, это оказалось у нас в организме. Насчёт сосульок хочу сказать. Вот, кажется, это минус сосульки. Вот они образуются. Потом, значит, были смертные случаи, когда падает большая сосуля, как они говорят, и бьёт. Вы видели, вот вы были в деревне, видели, чтобы зимой там были сосульки на каких-нибудь домах? Нет. Ну, есть вот крыша. Крыша укрыта снегом, толстый красной снегом. И стоит. А почему? Ну, потому что там холодная крыша. Потому что в подкрышных помещениях специально делают слуховые окна, чтобы температура на чердаке была такая же, как на крыше. А если у вас давно уже никто не заматывал трубы с тем, что чем нужно замотать, чтобы сохранить тепло, с горячей водой, проходящей через чердак, если там они не изолированы в тепловом отношении. Да ещё, вдобавок, есть опасность, что они голые, эти трубы, они зимой полопаются. Это будет всем беда. Поэтому допроводчики, недолго думая, закрывают слуховые окна, и тогда у вас там получается жаровня на чердаке. Это жаровня греет чердак, то есть греет крышу. Крыша, естественно, подтаивает, с неё текут. И не такие сосульки весной, как в апреле, а огромные, такие, которые могут убить человека. Был конкурс даже объявлен, кто на лучший способ борьбы с сосульками. И самый лучший способ борьбы с этими сосульками не создавать. То есть надо заизолировать трубы горячей воды и сделать холодные чердаки. А там, значит, во многих местах уже есть у нас подкрышные помещения, мансарды, которые со всех сторон железом обложены. Не завидуешь тем, кто у них в этих помещениях живёт, потому что летом там жарко, а зимой там не сильно тепло. И, кроме всего прочего, не обеспечивается вот эта вот задача, чтобы чердак был холодный и не нагревалась бы крыша. Поэтому вот такие проблемы. Снег – это другое дело. Снег, который сбрасывают там. Это уже изрывы оперы. Короче говоря, мы должны всегда видеть и причины каких-то тенденций, которые наблюдаются, и всегда видеть, что есть две противоположных тенденции. Две противоположных тенденции. А когда они расходятся во времени, вот мы получаем всякие коллинии. Вроде того, что сначала нагревается, а потом замерзает и падает. Так, ещё вопрос. Можно? Да. Так, четвёртый вопрос. Где общественные экономические формации и их деньги сопутствующие? Там что нужно конкретно? И их формации? И что их? Сопутствующие. Есть соответствующие имели класса. Значит, классы вообще не могут быть определены, так сказать, помимо производства. А производства не абстрактные. Нет производства вообще. Об этом Энгельс ещё писал. Что это просто общая абстракция. Что производятся продукты в ходе производства. Это общий такой разговор, который не имеет сущности. То есть нет сущности у производства. Есть капиталистическое производство, у него капиталистическая сущность. Есть коммунистическое первобытное производство, у него есть и соответствующая сущность. Есть рабовладельческое производство, есть феодальное. Есть коммунистическое производство на первой фазе Здесь уничтожающиеся классы Деление на классы уничтожается В ходе движения неполного гуманизма к полному Поэтому классы связаны всегда с какой-то формацией А не абстрактные классы Нет рабочих вообще Есть рабочие кружевского общества А есть рабочие социалистического общества А есть рабочие в переходный период Если это рабочие государственных предприятий В переходных периодах, это уже социалистические рабочие Если это рабочие предприятия капиталистических В переходный период Хотя он и переходный к социализму А все равно они рабочие капиталистических предприятий И наконец, когда формация уже закончила процесс своего становления Вот в этой формации вы определяете Вот классы этой формации Поэтому, скажем, нельзя говорить просто о рабочих Рабочие буржуазные формации лишены собственности А рабочие при социализме – это главные собственники средств производства. Потому что государство рабочего класса – собственник. А собственность государства является общественной, потому что рабочий класс – передовой. Поэтому, собственно говоря, рабочие – они обладатели вот этой самой общественной собственности. И главные обладатели. Поэтому они никак не похожи и не могут быть поставлены в один ряд с рабочими капиталистического общества. Поэтому там рабочий класс – это одного общества класса, а здесь другого. Там рабочий класс, который является классом эксплуатируемого, а здесь он руководитель общества, господствующий класс, и тот класс, который должен привести к уничтожению классов. Почему? А потому что ему хуже всех. Вот кто-то, кому хуже всех, если он освободится, то и все освободятся. А если я освободился, а вы еще нет, то вам от этого лучше не станет. Правильно? Так. Еще вопрос там у вас поднималась в руках. А? Виды революции. Не расслышал. Виды революции. Виды революции. Что? Виды революции. Виды революции. Я теперь совершенно не слышу. Виды революции. Первое что? Слово какое? Виды. Виды. Разновидности. А, виды революции. Ну или я нечетко говорю, или вы нечетко говорите. Вот я бы сказал – виды революции. По-моему, слышно. Могу вас научить, как сделать так, чтобы было слышно. Виды революции, да? Ну, какие есть виды революции? Ну, во-первых, виды революции можно различать двояко. Либо виды социальных революций. Во-первых, бывает революция социальная, как переходит от одной формации к другой. Это, так сказать, в самом полном виде революции, да? А бывает революция политическая, только политическая, когда к власти приходит противоположный класс. Политическая революция одномоментна. Вот рабочий класс в России пришел к власти политической. В 1917 году, 25 октября. А революция завершилась социалистическая, то есть переходный период, переход от капиталистической формации к коммунистической формации, то есть к построенному социализму. Когда? В середине 30-х годов. Поэтому вот это различие такое. Есть еще другое деление видов революции. Есть революции промышленные. Что такое промышленная революция? Промышленная революция – это такое изменение в средствах производства, которое дает возможность вместо ручного труда главным в промышленности сделать машинный труд. Почему это революция, переворот? То, скажем, на 90% был ручной труд, а теперь на 90% машинный. Революция. То есть подпадает под понятие переворота? Не то, что стало больше машин, ну что такое, какая тут революция, ну больше, меньше. А здесь не в том, что меньше, а чтобы был переворот. Промышленная революция, скажем, которая была в Англии, она, скажем, огромное количество людей, так сказать, выкинула за ворота, потому что они стали ненужны. Ну а потом уже в другие отрасли они вошли в связи с расширением. Или научно-технической революцией. Есть сейчас научно-техническая революция? А? Почему? С чего вы взяли? Что перевернулось? Сейчас вам позвонят по телефону и скажут, что еще два завода закрыли. Потом по радио вам скажут, по телевидению и сообщению. Через интернет можете прочитать, что ни одного завода не построили. Сколько заводов построили с 90-го года? Скажите, пожалуйста. Кто знает хоть один завод, который построен после 90-го года в России? Назовите. Вот тут разные люди, так сказать, разные у них знания. Ну назовите хоть один построенный завод. Как вы на этом фоне можете говорить о научно-технической революции? Это техника где? В пустоте, в болтовне, на языке? Какая научно-техническая революция, если нет завода? Айтех построен и разрушается. ЗИЛ, в котором было 120 тысяч человек в свое время. Территория ЗИЛа. Там сейчас Ледовый дворец, музей ЗИЛа. Там дорога пройдет, железная дорога, метро построят. Или Кировский завод было 35 тысяч человек до 90-го года. Сейчас 7,5. Это что, там новая техника пришла? Да нет, конвейер, наоборот, уничтожили. С конвейера сходило 500 тракторов каждый день. Можно было сходить, посмотреть, как вот они прямо плывут, плывут, плывут. Вот на конвейер становится станина, а потом в конце съезжает готовый трактор. Сейчас это все делается... Какой конвейер? Тысяча штук в год. В год. А тут 500 за день было. Это научно-техническая революция? Нет. А что такое научно-техническая революция? Для того, чтобы ответить на вопрос, есть она или нет, надо знать, что это такое. Там вот виды революции. Это такие изменения в науке, которые привели, не могут привести, или не в принципе могли бы привести. Тогда это не научно-техническое. А такие изменения в науке, такие открытия, которые на деле привели к изменению в технике, к кардинальному. А какие кардинальные изменения могут быть в технике? Ну, вы себе представляете, как изготавливаются продукты. Это два способа царят изготовления продукции. Первый – резание всякого рода станки, металлообрабатывающей, деревообрабатывающей или обработающей пластмассой. И метод штамповки или ковки, куда относится и штамповка, и литьё пластмассовое. Всё. А так, чтобы из порошка металла сделать прямо деталь, без того, чтобы сружки были. Это называется порошковая металлургия. Ноль целых там, сколько это там процента. А переворот означает, что это не ноль, ноль, ноль. А был один способ, а теперь кардинально другой. На её место пришёл. Перевесил. То есть надо, чтобы переворот был. Ещё раз повторяю, революция – скачок, но не каждый скачок – революция. Скачков у кузнечиков очень много, а революции нет никакой. Не надо походить на кузнечиков. Только таких умственных увидели скачки. Чайник вскипел. Скачок – скачок. В чайнике – революция. В чайник за мёртлую воду оставили на виране зимой. В чайнике – контрреволюция. Вот чтобы это не было такой карикатуры. Поэтому революция – это высокое слово, их бывает очень мало. Мало. Научно-техническую революцию придумали тогда, когда перестала расти производительность труда. Вот когда производительность труда у нас в России была в СССР 10% в 50-е годы, никто о научно-технической революции не говорил. Когда наступило время, наступило брежневское время, и у нас появился застой. Застой, в отличие от нынешнего состояния, это на том же уровне производства. А сейчас у нас не застой. У нас сейчас снижение идёт. За прошлый год снизилось производство на 3,2. И вот когда появился застой, а потом падение дальше уже при Горбачёве и далее, и далее, и далее, что мы и наблюдаем и сейчас, или временные, так сказать, какие-то повышения, а именно, скажем, удвоение ВВП, которые у нас пытаются закончить и которые, значит, пытаются компенсировать падение в два раза внутреннего валового продукта с 90-х годов, оно вот-вот-вот только завершается. И оно выводит нас на уровень 90-х годов. 90-х годов. Поэтому какая научно-техническая революция? Должен сказать, что и раньше. Академик Румянцев, я вот его слушал, он выступал и говорил, что если мы нарисуем график роста производительности труда, вот он примерно такой, слабенький. Например, в такой стране, как в Соединённых Штатах Америки, ну максимум 4%. 4%. Какая революция? Революция, знаете, какой бы график вызвала? Так-так-так, подумал, рост такой скачок. Это ли похож на революцию? А в каких странах у нас вот нет? Да нет, у них никаких. Всё вот такое ползучее. Никакого постепенной, постепенной изменения, постепенно община. Это эволюция. Надо запомнить слово «эволюция». В основном всё идёт эволюционным путём. И человек эволюционным путём, и не революционным. Вы не пришли же на консультацию на голове? А это была бы революция. А какая сейчас революция? Ну, пришли, сидите и задаёте вопрос. Что-то такого нового? Ну, вопрос другой, да, согласен. А где революция? То есть революция – это высокое слово. Не надо эти слова попусту трепать. Поэтому, а кто разработал эту научно-техническую революцию? Вот вы все слышали. Ну, если слышали, из науки всё же имеет автора. Например, закон Омы изобрёл Ом. Так. А закон Кулона – Кулон. Ну, кто научно-техническую революцию изобрёл? Такой термин. Никто и не знает. А? Что? Ну, а кто это придумал? Ну, это учёные сделали? Или болтуны? Я говорю, что научно-техническую революцию разли. А не всё общество... Всё общество никогда не разрабатывает ничего. Всегда есть один человек, который... Или два. И никогда не бывает, что эти два одновременно. И то они отличаются по времени. Даже Маркс и Энгельс не писали вместе коммунистический манифест. Сначала Энгельс написал принципы коммунизма. А потом вместе с Марксом дорабатывали и получили коммунистический манифест. А так, чтобы они двумя авторучками писали, видели? Нет такого, нет? Не бывает науки такого. На самом деле, эта теория, которая разработана английским философом Бертраном Расселом, который говорит, не надо никаких социальных революций. Будет научно-техническая, она всё решит. Все проблемы ваши, товарищи рабочие, вы не бастуете, всё будет хорошо. Завтра будет у вас, товарищи студенты, у вас будет не 1480 рублей стипендия, а 14800. И это сделает научно-техническая революция. Не приставайте ни к президенту, ни к премьеру. Это должна решить научно-техническая революция. Поэтому не надо никому ничего писать, требовать, добиваться и так далее. Отличная теория. Она работающая теория. Она успокаивает некоторых. Что вам ещё надо? Научно-техническая революция даст. Ещё вам что надо? Жильё, научно-техническая революция, от неё плоды, ждите. Плоды научно-технических НТР. А есть понятие научно-технический прогресс. Он всё время идёт. Нет, мало научно-технических прогрессов. По этому поводу можно сказать следующее. Аркадий, не говори красиво. Вам нужен научно-технический прогресс? Есть, да, идёт научно-технический прогресс. Слабенький, но идёт. Очень слабенький. Например, производительность труда у России вообще не выросла за прошлый год. Нет, зато у нас есть люди, которые будут рассказывать про научно-техническую революцию в захлёб. Ну, немножко надо быть экономистами, ну, по крайней мере, понимать, что техника, которая не повышает производительность труда, не техника. Смысл техники только в одном, чтобы она повысила производительность человеческого труда. Если она это не делает, или делает плохо, ну, о чём говорить? Понятно, да? Следующий вопрос. То есть от вас требуется такая ясная постановка вопроса и такое чёткое изложение вообще. Не такое-такое непонятно что. В этом смысле революция. Требуется так отряхнуть прах, так сказать, вот такой вот. Всяких каких фраз, за которыми ничего не стоит. Не надо ничего. Так, за вопросы ещё никто не сажает. Задавайте. Пока. Кто задаст больше вопросов, получит хорошую оценку. Вот уже я сколько вопросов получил. Я уже запомнил. А мы нам доставили хорошую оценку. И вас запомнил. Два человека. Остальные пока так. Вот товарищ появился, да. Я не знаю, если это среди вопросов, которые мы задавали. Но, по крайней мере, мы это на первом трексте разбираем, в первом части части. Положение такое иное, иного, есть иное. Это значит, что перемены между первым и третьим, и третьим, и третьим, и накрываем. Значит, третьим идёт о положении таком, о смысле положения иного, иного, иное, иного, есть иное, да. Это положение содержится в учении о бытии, в разделе «изменяющееся нечто». Сначала рассматривается нечто, и нечто, во-первых, равно самому себе, вот, и его сопоставляет с иным. Иное – тоже нечто. Значит, переходит от нечто к иному, по отношению к иному – это нечто, а по отношению к нечто – это иное. То есть, то одно, то другое. А давайте возьмём иное по отношению к самому себе. Что это будет? Иное не по отношению к нечто. Вот я не иное по отношению к вам, а иное по отношению к самому себе. Я что буду? Я буду иное – иного. А что есть иное – иное? Это вы сами можете туда думать, что иное – иного есть иное. Остаётся только разобрать, какие тут в этом высказывании содержатся мысли. Послушайте внимательно. Иное – иного, есть иное же. Ну, как было иное, так и осталось иное. Раз. Правильная мысль? Правильная. Иное – иное, есть иное. Чего непонятно? Иное же написано – иное. То есть, не такое, а другое. Вывод. Или мы должны сказать, что ничего не понятно. Или должны сказать, что в этом утверждении содержатся две противоположных мысли, два противоположных утверждения. Не вы хотели диалектических каких-нибудь высказываний? Вот вам диалектическое высказывание. Например, два философа беседуют. Один говорит, вот то, что отрицание дает утверждение, два отрицания дают утверждение, это понятно. А вот чтобы давали два утверждения отрицания, этого, пожалуй, не может быть. А второй говорит, ну да, конечно. Вот вам два утверждения, которые дают отрицание. Следите внимательно за смыслом. Смысл противоречивый. И этот смысл потом развивается, потому что на самом деле вот это положение, которое кажется таким курьезом даже, чудесным, иное иное есть иное. И мы дальше переносим смысл этого положения на нечто. Поскольку иное – это нечто, всякое нечто равно самому себе и неравно. Вот вы, который задавал этот вопрос, вы равны самому себе? Нет? Не равны? Если вы не равны, отнесите документы свои, сзади сюда, их отнесут в деканат, потому что того человека уже нет, который задавал вопросы. Раз вы не равны ему, вы же не равны самому себе, значит, того человека уже нет. А вы обманно пользуетесь документами того студента. Отнесите сюда документы. И выйдите, пожалуйста, из зала. Если вы только не равны. Второй вариант. Если вы только равны, интересное дело, чем же... Я вот тут отвечаю уже на который вопрос. Идет консультация. Вы как были, так и остались равны самому себе. Это что такое означает? Или студенты попались в плохие, они ничего не понимают. Им объясняют, что они все равны самому себе. Или другой вариант. Я предпочитаю второй, чтобы на меня студенты не нападали, потому что вас много, а я один. Я такой преподаватель, что они так объясняют, что как вот... С чем пришли, с тем ушли. Остались равны на самому себе. Да все обучение состоит в том, что вы все время оставаясь... Вот вы останетесь сама собой, и все же время станете бакаларом через три года. Правильный прогноз? Или что вы, встав бакаларом, просто останетесь равны на самому себе? То есть с чем вот пришли в университет, с тем и уйдете. А тут хорошо провели свое время. Так? Нет. Поэтому вот это понятие позволяет нам, это понятие равенство с собой и неравенство с собой, понять вообще суть изменения. Изменение всегда состоит в том, чтобы быть равным самому себе и быть неравным. Я вот приводил уже такой пример из жизни. Я вот на метро Селеостровское спускаюсь, там сейчас не спустишься, там ремонт. И смотрю там, ну, такая реклама, девушка в цветастом платье, и написано. Чаще меняйся. Ну, прямо по теме. А второй раз я иду по Творцовой площади в университет Снепского. И как в Копане я вставился, реклама другая. Написано. Меняйся, но оставайся с собой. Арифлейм. Вот, думаю, дают. Арифлейм уже додумался. До того, что равенство с собой и неравенство с собой одновременно должно быть. Меняйся, но оставайся с собой. А то ты поменяешься, с собой только начали дружиться. Не дай бог. А его уже нет. Она уже другая. И не угонишься никогда. Все время не равна самой себе. А когда-нибудь будет равна самой себе. Так что это очень важное положение. Ключевое, можно сказать, для диалектики. В диалектике все течет, все изменяется. Как понять, что изменяется? То есть остается равным самому себе и неравным. Иное, иное есть иное. Иное, иное есть иное. Иное, иное есть иное. Как и было. Так, следующий вопрос. Пожалуйста. А что нужно говорить? Ну вот, есть первичные бюлеты. Такие более теоретические, наверное, бюлеты. И вот что нужно говорить конкретно о деятеле культуры? А? Деятеле культуры. Что нужно говорить? Ну, как вы понимаете, что такое деятеле культуры? Ну, то есть на примере каких-то личностей рассказать? Не, обязательно на примере. Но сначала понять, что такое деятеле культуры. Я пришел в культуру. Вот я музыкант, могу вам сказать, честно признаться. Вот, но есть только один музыкальный инструмент, на котором я умею играть. Когда я был пионером, я был гарнистом. И мою музыку очень хорошо слушали, особенно когда я играл «бери ложку, бери хлеб», «собирайся на обед». А вот когда спать, спать по палатам уже не нравилось. А особенно не нравилось «вставай, вставай» и прочее «одевай». Совсем не нравилось. Поэтому я деятелем культуры не являюсь. Деятели культуры – это кто? Это люди, которые… Надо что значит? Значит, что такое культура? Культура – это что? Какая-то вещь, либо материальная, либо духовная. Какая-то? Какая? Я вас спрашиваю, какая? А вы начинаете мне говорить, это какая-то. Да нет. Культура что такое? Это вы начинаете с чего? Какие виды бывают культуры? А я не спрашиваю, какие бывают виды. И это всё равно, что я спрашиваю, что такое человек? А скажите, люди бывают жёлтые, красные, чёрные и белые расы. А я спрашиваю, что это такое культура? Культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. И вот если деятель, деятель культуры – это не те люди, которые там сидят и, как говорится, профессионалы культуры, в том смысле, что они за это деньги получают. А это те люди, которые принесли в культуру то, что продвинуло человечество вперёд. Вот. Это деятели. А остальные там сидят. И много хорошо. То есть мы дали определение. И что ещё нужно сказать? Деятели культуры – это те люди, которые работают в области культуры и продвинули культурное развитие вперёд. А другие работают, ничего не продвинули, сидят, деньги получают. Они не деятели культуры. А есть в культуре паразиты, которые вдруг неожиданно получают бешеные деньги, которые туда притекают, в культуру. Их туда вбрасывают, и они на этой волне оболванивания получают бешеные деньги. – Следует ли приводить конкретные примеры для этих культур? – А? – Примеры конкретные. – Пожалуйста, если у вас есть примеры, приводите. Вот я пример вам приведу. Есть вот у нас, например, Михаил Васильевич Плетнёв, который является пианистом мирового класса, композитором и дирижёром, и художественным руководителем Российского национального оркестра. Он признан во всём мире. Я вот был в Антверпене, захожу в магазин музыкальный, и там, пожалуйста, везде лежит Плетнёв – это музыка Чайковского, самые разные варианты. И там его знают, уважают. И знают, уважают во всём мире. И вы рядом, в общем-то, сейчас никого и не поставишь в мире. Но мы должны деятели. Может, мы всё не знаем, люди, которые только и занимаются этими вопросами. Ну, они там всех знают. Ну, а вот выдающиеся деятели должны мы знать? Желательно, правда? Поинтересуйтесь. Ну, вот проверяли. Если у него цикл детских песен, мы проверяли на внучке. Когда включаешь, когда доходит до песни – засыпай, малыш, спит, всё. А другой не воспринимает. То есть, чем выше, так сказать, по уровню деятели культуры, тем ближе он к народу, тем больше воздействует он на чувства людей. А не так, что нужно ещё разъяснять, что он хотел сказать. Что хотел сказать музыкант? Ну, мало ли, что он хотел. Что получилось-то? По идее, деятелям культуры больше всего можно называть людей, которые сочиняли русский народный фольклёр. Которые что? Которые сочиняли русский народный фольклёр. Почему только народный? Они не сочиняют народный фольклёр. Это народ сочиняет. Глинка говорил, музыку сочиняет народ, а композиторы её аранжируют. Народ сочиняет музыку, а композиторы её аранжируют. Это деятели, которые продвинули культуру. То есть, или сочиняли музыку, или выдающиеся исполнители. Вот у нас был конкурс Чайковского. На этом конкурсе выступали блестящие наши исполнители. Вот если эти исполнители один раз выступили и больше не будут выступать широко, они получатся не деятели, а просто они победители конкурса. А на самом деле для таких молодых людей – это начало их исполнительской деятельности. И они потом начинают как деятели выступать и продевают вперёд. Вы Гергия его знаете? Знаете. Вот он главный режиссёр и одного театра Мариинского, и второй сцены, всего театра. И есть ещё и концертный зал Мариинского театра. И вы знаете, что он с концертами, с театром выезжает в визе, и, конечно, он подпадает под понятие деятеля культуры. Или Петровский, директор Эрмитажа, который заведует кафедрой музеологии, охраны памятников в Институте философии нашего университета. То есть у нас там на третьем этаже. Он, кстати, Гергиев тоже декан факультета искусствоведческого нашего университета. Вот они – деятели культуры. Но не деятели науки. Это разные области. Есть наука, есть культура. Различаем? Наука – это что? Наука – что такое? Ну вот как бы я сказал, что человек, который спрашивает про культуру, он начинает затруднять, а раз спрашивает, что такое наука, он нарвался на другой вопрос. Ну, в смежной области надо тоже знать. Что такое наука? Есть тут кто-нибудь, товарищи, кто знает, что такое наука? – Приведённые в систему знания. Приведённые в систему знания. Очень хорошо. Да. Так и Гегель говорит. Наука – это система знаний или знания, приведённые в систему. А если я знаю, много-много-много-много-много знаю. Вот если голова болит, вот это надо травку отварить. А если живот, вот эту надо травку взять. А если аппетит, надо вот эту травку и так далее. Кто я? Кто я? Ну, кто? Много я знаю. Много-много-много знаю. Учёный? Нет. Ну, вот здрасте. Учёный – это человек науки, а я – знахарь. Знахарь я. Я много знаю. Но системы никакой тут нет. Это опытным путём получено. Это на самом деле знахари. Люди, они знают, это они, так сказать, могут вас и вылечить, и достаточно хорошо. Но они не знают, почему они вылечены. Ну, вот они проверили, знают, что от этой вот. Им бабка какая-то сказала, или от родителей они узнали. Калганкорин, если что, примите, если живот заболит, это точно поможет. А разве Петровского нельзя отнести больше к деятелям науки, чем культуры? Я думаю, можно его и туда, и туда отнести. Потому что наука у него связана со сферой культуры, с искусством, с музеологией. Хотя я хочу сказать, что когда я там приходил, сделал занятия у студентов отделения музеологии, я спрашиваю, что такое музей? Ни один мне не ответил. Кто-нибудь здесь может, историки, товарищи, сказать, что такое музей? Собрание коллекции, которые изучают учёные, и они выставлены на отёкшее обозрение. Главной целью него является сохранение по ныне какой-то уровень. То это собрание само по себе, вещи, то есть вещи. Музей – это вещи. Ну, не обязательно. Ну, как не обязательно, если у вас сказано, это собрание. Нет, ну, вот, допустим, в Москве есть музей музыки и книги. Нет, смотрите, вы мне скажите, что такое музей, а я уже буду примеры потом приводить. А вы начинаете с примеров. Музей, вот вы дали одно определение, что это собрание вещей, таких коллекций, того-того-того. А вы? Учреждение, которое содержится накопленного по человечеству. Это культура накопленного по человечеству. А музей? Что это такое? Одно слово, если я... Это что? Одно слово? Комната. Комната? Комната. Понятно, где я храню урахло. Хорошо. Ну, многие в музее так и собирались. Да у них запускники, это запускники есть, они в подвалах там, вот, Эрмитажа. А у вас подвалы, что ли, вы? Нет, ну, вот смотрите, даже элементарный пример, да. Не может быть пример на то, что не сформулировано. Пример сначала за идею, а потом пример. А как может быть пример без идеи? Он тогда не пример, а просто факт. Нет, но не пример. Это не называется примером. То есть я вам какую-то истину изреку, а потом начну приводить примеры, да? А когда я просто привожу какие-то вот факты, тут нет, это не примеры. Они просто не являются примерами. Значит, музей – это учреждение, учреждение общественное, которое, а, сохраняет историко-культурное наследие, В, изучает, и В, пропагандирует. И всё. И всё понятно. Вот если правильно сформулировано, всё вот так уставится на свои места. И все, вот теперь приводите примеры, что если какое-то учреждение культуры не сохраняет, не музей, или оно сохраняет, как камера хранения, но не изучает, не музей. Если изучает, не пропагандирует, не музей. Потому что если не пропагандирует, какой он музей? Ну, это какое-то собрание, там у кого-то лежит за тремя замками. Чулан, в котором хорошие вещи лежат. Даже творение искусства скрывается от народа. Прячут их от народа, чтобы никто не стал культурным. Это никак не музей. Ну, и так далее. То есть, вот ко всем вещам, вот вы, наверное, заметили, конечно, я буду знать, требовать знания, понятия, что это такое. Вот если вы будете говорить, скажем, на скидку. Партия. Скажите, что такое партия? Политическая партия. Счёт пошёл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В чём дело? Чё тут сложного? Так, вы можете сказать? Политическая партия. Вот сейчас, крыльями хлопут, сейчас берут выборы, сейчас вот разные партии. А партия что такое? Ну, кто-то должен знать. Ну, люди в университете учатся. Кончили курс, прослушали. Так, организованные группы людей. О, организованные, бандиты. Будут знать, что это партия. Одна идея. Что? У которой есть одна идея. Да, у них одна идея. Вас ограбить деньгами, а вот здесь, а чтобы вы не трепухались, убить. А? Защищает идея определенного социального слова. Определённых? Слово «определённых» означает «неопределённых». Я помню, это юридически. А? Юридически ещё помню, например. Не просто кечение какой-то. Как-то так это всё вот. Интересно. Ну, вот наука не должна быть киселём. Чё такое кисельное, непонятно, такое никак не ухватишь. Холодец, я его вкусно кушать, но в руки брать не стоит. По партии – это авангард класса, точка. Авангард – класс. Авангард, только тогда авангард, когда он познаёт интересы класса, вносит сознание этих интересов в класс и организовывает борьбу класса за его же классовые интересы. Вот и всё. Освоится, сворачивается это в одну, краткую. Я почему думал, что вы сразу скажете и всё. Посмотрел на вас, она знает. Партия, она говорит, авангард класса – всё. Нет, она смотрит и ходит по к ней. Детка говорит, знаю, но не скажу. Иначе будет неинтересно. Мы с ней договорились, что она будет молчать. В случае чего, если я спрошу. Хорошо. Государство спросили же, вы же сказали, что такое государство. Сразу. Я думал, и партия скажет. Революция мы выяснили. Какие ещё у нас есть? Кому? Какие? Непонятные категории. Вот на консультацию. Мы договорились, я отвечаю на ваши любые вопросы, которые вы чем гадаете. Вот какие у вас в голове представляются они определёнными? Вы задайте мне вопросы, я сделаю их определёнными. А что я должен делать на консультацию? Отвечают на ваши вопросы. Любые. Где вопросы? У вас, я понял, всё понятно. Вот там вот на галёрке четыре человека. Вам всё понятно. Когда я буду вас спрашивать, у меня будет много непонятно. У вас как раз возможность вот накануне экзамена вас спросить то, что вы представляете себе в тумане. Облегчить себе, как я понимаю, смысл консультации, когда у вас ещё есть время, облегчить себе подготовку. То есть вы... Легче вам ориентироваться, лучше подготовиться. У вас есть вопрос какой-нибудь? То есть вы всё знаете. Хорошо? У всех есть вопросы? У вас нет. Человек, у которого нет никаких вопросов, это он всё знает или не хочет знать? Есть такие люди, которые всё знают? Нет. В философии у вас нет вопросов по философии. Круто. Да. Вот это, видишь, человек непонятливый, тот сидит, он всё задаёт вопросы. Обычно непонятливые, это те, которые на отлично задают. А те, которым всё ясно, они как-то помалкивают, к ним спрашивают. Да. 58-й вопрос. Политическая и идеологическая надстройка это есть государство, правильно? Неправильно. Неправильно. Государство – это политическая надстройка, а идеологическая надстройка – идеологическая надстройка – это вся сфера идеологии. Ну, все учреждения и органы идеологические, они не обязательно входят в государственные являетесь. А партия, она, конечно, входит и в политическую, и в идеологическую. Потому что партия ведёт политику, но ведёт и идеологическую борьбу. Партия ведёт политическую борьбу, ведёт – ведёт, а идеологическая ведёт – ведёт. А идеологическая борьба – это форма классовой борьбы. И политическая борьба – это форма классовой борьбы. Вот раз вы всё знаете, политика – это что? Вот. Политик что такое? Нет, выяснилось, что вы не всё знаете или скрываете от народа вам сказали не выдавать так кто скажешь такое политика и вы не знаете что такое политика если вы не знаете что такое политика политика возможно вами заинтересуется направлен на регулирование как у вас красиво все это просто хочется подписаться под этим и лечь спать в силу того что это спокойнее такого умиротворяющее определение политика дорогие товарищи классовая борьба за завоевание и удержание осуществления государственной власти спать тут не придется классовая борьба за завоевание удержание и осуществление государственной власти согласно этому определению когда не будет государства и не будет классов политики не будет эта категория на период пока класса существует еще не уничтожены это раз теперь политики в этом одном определении содержится определение двух противоположных политику политик есть политика одного класса который является господствующим ему не надо завоевывать государственную власть она у него есть поэтому его задача удержание и осуществление государственной власти в своих интересах правильно если моя государственная власть так я в своих интересах буду действовать а не ваших ваша государственная власть вашего класса так вы в его интересах будете действовать а для подчиненного класса эксплуатированного для подчиненного класса тройная задача надо полностью испить эту чашу надо власть завоевать но если он не сможет ее удержать то он так сказать не надо было и завоевывать вот ленин говорил мы не хотим быть таким правительством которым группа офицеров любой момент может дать по шапке и не будем таким правительством и не были таким правительством то есть завоевать осуществлять удерживать и осуществлять эту власть в своих интересах в интересах своего класса а вот своих интересах не в интересах класса уже это бюрократы делают они сидят им нужно бы заниматься борьбой за интересы класса они набивают все карманы свои личные вопросы решают это уже другое поэтому не в интересах партии должно быть должна быть борьба в интересах класса когда сегодня появляется в разные партии вы какой класс представляете сколько у нас типов партии в современной россии тогда может быть максимум раз партии это авангард классов с классов сколько у нас три три мелкий бизнес знаете нет слышали это мелкий буржуа мелкий хозяйчик работающий на рынках полно в том числе и на селе и в городе их полно в ларьке заходите в любой ларек встретите там мелкого буржуа ларько и раз в ларьки расставлены везде и государство их поддерживает надо как поддерживать мелкий бизнес а то начнут делать что-нибудь прогрессивное как вы понимаете в ларьке научно-технический прогресс не осуществишь а он там они осуществляются три класса значит сколько у нас типов партии три типа есть партии которые представляют класс буржуазии ну по крайней мере их три можно сразу обозначить единое справедливое лдпр видели иногда спорят между собой а когда они голосуют по разному никогда хоть один случай вы знаете чтобы вот 3 партии так спорили спорили потом раз и голосуют по разу есть партии мелко буржуазные которые то ли кто в лес то подорва и это остальная группа партий тьма и что касается партии рабочего класса я бы сказал так она есть только в становлении то есть есть по крайней мере две партии которые могут на это претендовать это к рп рабочая партия россии и все но не та и другая не представляется в авангард класса по одной простой причине класс авангард класса это такая группа людей за которой класс идет за какой партии целый рабочий класс идет есть такая партия нет такой партии которые стремятся к этому прийти стараются в этом направлении действовать есть но не надо так сказать подкрашивать картину вытия нету такой пока организации за которую бы целый класс шел поэтому класс больше идет за классом буржуазии чего скажет единая россия точно слушает тем более что в телевизор транслирует позицию какого класса господствующего естественно странно было бы если бы у меня был бы телевизор я бы транслировал вашу позицию если у меня будет телевизор я только свой буду транслировать позицию но я говорю сейчас не я в смысле я я в смысле класса если я обеспечиваю господство своего класса с какого ляда я буду вашу позицию интересно пропагандировать или вас вытащу на телевидение и воблю вас грязью чтобы все узнали кто вы такой а вы попробуйте то же самое сделать а у вас раз и нет телевизора и все и будете ходить так следующий вопрос вон там есть товарищ да базисом общества является способ производства способ производства это производительные силы взятые вместе с их формой их функционирования они функционируют в определенной системе производственных отношений поэтому вот это базис базис это основа основа общества материальное производство это новость для вас нет правда основа общества материального это принцип исторического материализма а надстройка это значит то что зависит уже от экономики как зависит но через интересы классов надстройка между прочим это сказать это уже связано с тем как противоречие в экономике а здесь противоречие в экономике проявляется как антагонистические противоречия антагонистических классов да а вот вы поднимаетесь надстройку государства политическая надстройка если возьмете государство там оно одно а вот партии уже политической сфере много три мелкобуржуазных партий большинство которые под разными названиями выступают и такие и такие и такие и такие освоится дело к тому что они за тех и за других и против тех и против других кашеобразные как вот нынешняя плачущая оппозиция все время плачет что она вот оппозиция но если их всех собрать то все равно много они не соберут голосов потому что они и с тем не согласны и с этим не согласны а ничего позитивного позитивного положительного зачем какое-нибудь на какое-то количество большое количество народа пошло бы не дают нет там ничего но это и понятно это вот как есть две льдины они расходятся а кто стоит на двух льдинах он так сказать упадет в воду поэтому конечно мелкобуржуазные партии судьба их незавидная они в них все все отбирают например большевики отобрали в эсеров эсеровскую программу реализовали ее сразу в семнадцатом году в октябре быстро разделили землю по едокам а те только болтали теперь временное правительство пришло вроде буржуазные классы под лозунгом выборы учредительное собрание а кто выборы собрал наконец учредительное собрание большевики после своей победы а так временное правительство она занималась тем что гнал народ на убой на фронт и вот у нее было золотое время буржуазии при власти в россии она ничего не сделала для россии хорошего ничего и пусть не удивляется что ее прогнали так еще вот то есть почти в любом вопросе надо стараться выявить и диалектический аспект ну хорошо оба да да а вот в билете таланты и гении нужно развести два понятия да ну как бы их определение ну как сказать да найти отличия да между этими понятиями почему только отличие почему а единство не надо ну да вот если вы и я так нам только надо сказать что вы одно я другое или мы оба люди не надо это говорить что студент тоже человек или если не только студент но и профессор тоже человек чего плохого ничего плохого значит когда говорят то и другое значит надо показать единство и различие например деньги это товар но не всякий товар деньги так а какой товар деньги товар эквивалент еще вопросы у нас есть на консультации присутствует группа наблюдателей ООН который слушает что ответит на те вопросы которые другие зададут я только могу сказать что я то вопросы задам всем без исключения исключения не будет ну я каждому должен поставить оценку каждому персонально как сейчас это пишут заголовки персональный ваш ну тут это так оно получится есть слушаю если вы это повторили громко и четко если вы это повторили громко и четно вот как сейчас я вы все бы услышали и диалектический характер концепции представление игнорирующих наличие протоположных моментов становления картосоциальных людей да вот надо показать что эти все такие концепции назвать какие бывают не диалектические и сказать что вот что они в этом смысле что про них можно сказать что они правильно изображают действительность правильно или нет не диалектические концепции правильно изображают да или неправильно неправильно правильно они но неистинно потому что истинная картина всегда связана с показом противоположных тенденций вскрытием этих тенденций показом их борьбы поэтому истинный скажем понимание развития развитие как борьба противоположностей. А если я просто скажу, что это движение низшего к высшему, простого к сложному, это правильная точка зрения? Правильно. Правильность и истинность – это истинность более глубокого понимания правильности. Потому что и одна тенденция, и другая, и это правильно, и это правильно. А истина состоит в том, что это в одном, в единстве этих противоположностей. Идёт борьба о противоположности. да правильно да и причем гегель эту правильную логику использует при выведении логических диалектических категорий по дороге так сказать он выводит сходя и пользуется арестовательской логикой то есть он начинает с противоречивого если вы берете становление получили его первый раз выходите из противоречивого значит у вас и выводы получится противоположные так вы это с этим противоречием будете двигаться дальше поэтому это не противоположные логики это разные логики если вы формальная логика не было бы правильнее короли вы не плавали а самолеты бы не летали они плавают и летают и так далее но все наверное понимают что на ресурс что в каждом моменте как которым занимается италия наука есть противоположная сторона от которой можно и в каких-то вопросах абстрагироваться вот мы сейчас можем абстрагироваться то что будет экзамен можем но это будет не консультация тогда а в слове консультация в скрытом виде содержится указание на то что будет экзамен и там мы поди все перевернется сейчас вы меня спрашиваете потом я буду вас спрашивать в этом разница между консультацией экзаменом причем вы меня спрашиваете оценок никаких не ставите про себя молчите а я буду ставить в ведомость и зачетку и не потому что я это я потому что такова логика преподавания и приема экзамен а вы должны выдержать испытание которым является экзамен до выдержать проверку своих знаний вы заинтересованы проверить свои знания или я заинтересован проверить ваше знание а кто больше заинтересован вы или я вы же учитесь я же не учусь вы же учитесь я вам помогаю вы хотите проверить пожалуйста вот вам экзамен это ваших же интересах правильно так еще какие вопросы нету больше вопросов так могу я констатировать что на все заданные вопросы были получены ответы спасибо тогда за внимание и желаю вам всем сдать экзамен на отлично это будет у нас с вами 14 июня в 10 часов пожалуйста приходите я быстро начну прием отлично соответственно это была бы остается когда первая , то есть она же сейчас она все